Поместье Пэй Господин, у меня есть просьба Я служу в доме госпожи уже более десяти лет Госпожа вставала в пять утра и ложилась в девять вечера Хоть она была и стара, но любила сладости Привычки и пристрастия госпожи впечатались в мои кости Теперь, когда госпожа ушла, я, помимо печали, я не вижу смысла оставаться здесь Сегодня я прошу вашего позволения вернуться домой Чтобы соблюдать пост и молиться о следующей мирной жизни, госпожи, свободной от страданий Госпожа Ли Раз уж вы решили уйти, мы не будем вас удерживать Спасибо, молодой господин Спасибо, госпожа Дань-Дань Госпожа Ли Я помогу вам собрать вещи Благодарю вас, госпожа Госпожа внезапно скончалась Тебе должно быть очень грустно Да С уходом госпожи я чувствую себя потерянной Как будто все, что я делаю, не имеет смысла Известно ли тебе, от какой болезни умерла госпожа? Это чахотка Старый недуг Это трава Аконита Она может убить человека за полдня, если ее правильно приготовить Спасибо тебе за заботу о госпоже Надеюсь, после ухода ты будешь жить спокойно Спасибо, госпожа Шуан Шуан Госпожа Ли потеряла сознание Дань-Дань Что случилось? Она была в порядке Я помогла собрать ей вещи Она собиралась уйти, но внезапно упала Лю, иди за лекарем Хорошо Проверь ее вещи Может, есть что-то, что ей поможет? Это... Это трава Аконита Содержит аконитин, что может парализовать нервы Она может вызвать учащенное сердцебиение, снижение температуры тела и даже смерть Зачем госпожа Ли носить ее с собой? Ты помнишь тарелку супа у кровати госпожи? Госпожа Ли Она отравила госпожу Это злая женщина, она заставила сделать это Она хотела убить меня Если я не подчинюсь, у меня не было выбора Но, как лекарь Я не смог спасти жизнь и стал причиной смерти Я не могу жить с этим чувством вины У госпожи не было серьезного заболевания Она умерла из-за бесцветной и безвкусной травы Аконита в супе Ты Почему? Как ты могла? Почему? Она так хорошо к тебе относилась Почему ты убила ее? Была добра ко мне? Я служила ей 10 лет Заботилась о ней день и ночь А кем я была для нее? Просто домашней собачкой Так почему мне ее не убить? Я хотела ее смерти Замолчи Лю Сообщи властям Хорошо Идем В тот день я была с госпожой Госпожа Ли приготовила суп из корня лотоса для господина и госпожи Дань-Дань Госпожа сказала, что Афеопогон холоден по природе и не подходит для вас Поэтому забрала его себе Значит, в тот день Ты хотела навредить мне и господину У нас нет обид Зачем тебе вредить мне? Кто тебя подтолкнул к этому? Говори Верно Я хотела твоей смерти Я хотела, чтобы вы все умерли Зачем мне кто-то, чтобы подтолкнуть меня? Я ревновала и злилась Я ненавидела смотреть на вас всех счастливых Я хотела, чтобы вы, привилегированные люди, тоже почувствовали вкус боли Ван Дзю Я не могу больше ждать тебя В следующей жизни Ты должен жениться на мне В чем дело? Госпожа Ли мертва Я уверен Торговец Я проверю еще раз Убирайся Я не могу больше Как только ты встанешь на ноги, павильон ЦП и снова будет процветать, и я уверена в тебе. Пэээр. Мама. Пэээр, ты вернулся. Пэээр, пока хорошо не поешь, никуда не пойдешь. Пэээр, Пэээр, маленький сорванец, да ешь, прежде чем уйти. Пэээр, ты хочешь вырезать нефрит? Тихо. Почему? Я ловлю рыбу. Я спросила, хочешь ли ты вырезать нефрит? Я ловлю рыбу. Вырезать. Я ловлю рыбу. Ах, ты сорванец. Ладно. Ты все еще рыбачишь? Что ты делаешь? Ты показываешь на меня? Положи это. Нет. Положи. Я не положу. Сорванец, иди сюда. Нет. Почему ты туда идешь? Чтобы растратить состояние, для чего же еще? Ты неблагодарный. Ты сводишь меня с ума. Ты уже взрослый, но все еще такой безответственный. Стой там. Остановись. Сорванец. 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 Я уехал. У меня больше нет мамы. Почему? У меня больше нет ее. Нет матери. Пэй-пэй. Госпожа была лучшей матерью на свете. Ты, ее сын и ее гордость. Пэй-пэй. Кобот. Для тебя я могу быть шпионом в семье Пэй, чтобы помочь тебе осуществить твои грандиозные планы. Ты никогда не обращал внимания на то, что я служанка и первым дал мне обещание в этом мире. Небольшие трудности не имеют значения. Госян, я и представить себе не мог, что ты пожертвуешь жизнью, чтобы защитить меня. прости, но не волнуйся. Я отомщу за тебя. Семья Пэй. Я и не отпущу их. Для кого ты сжигаешь бумагу? Уже так поздно. Почему ты еще не спишь? Я спрашиваю, для кого ты это делаешь? Это не может быть госпожа Пэй, не так ли? Может быть... Да, это она. Как думаешь, я получал информацию, чертежи из павильона Ци Пэй? Мой план состоял в том, чтобы убить Пэй Пэй и Шань-Дань-Дань, два камня преткновения. Но эта старая леса умерла первой. Жаль. Моё, Гусян. Ты с ума сошел. Как посмел кого-то убить? Что еще я мог сделать? Смотреть, как разрушаются наши наследия? И что? Разве у нас нет сил, чтобы начать сначала? Теперь твои руки в крови. Ты причастен к убийству? Как ты думаешь, кого ты убил? Госпожу Пэй. Госпожу павильона Ци Пэй. Как ты можешь говорить спокойно? Дурак. Начать сначала? Так просто говоришь об этом. Как мы начнем сначала? Есть ли еще время? Есть ли шанс? Дзе. Судьба возложила на нас большую ответственность. Все дошло до этого. У нас теперь нет пути назад. Я тоже этого не хотел. Но сейчас жизнь Гусян потеряна. Несмотря ни на что, я буду до смерти бороться с ними. Пойдем. Пойдем. Зачем здесь секретная комната? Входи. Входи. Как здесь может быть подземелье? Я ничего о нем не знал все эти годы. Кто? Кто это? Пэй Чу Фэм. Павильон Ци Пэй. не бей меня нет я буду рисовать это это отец п п п п ч у фэн п ч у фэн это что черт возьми происходит теперь я больше не буду скрывать когда ты был маленьким качество и мастерство павильона цепей всегда затмевала нас из-за чего твой отец не мог поднять голову пока император не захотел получить лунную корону глава города назначил этого старика главным дизайнером то ему отцу ничего не оставалось как украсть сокровища там убийца кто ты отдай корону шан дзин тянь ванцу шан дзин тянь отдай мне корону мы тогда договорились я достану для тебя корону ты получишь ее а я получу янтарь который может вылечить мою жену что ты сейчас делаешь использовать водный янтарь как лекарство чтобы лечить все болезни ты правда в это веришь глупец ты я оценил тебя и нанял чтобы ты украл корону теперь она у меня и ты умрешь разве не предвидел это да водный янтарь драгоценен но в мире есть бесчисленные сокровища настоящая ценность в удивительном мастерстве короны вам этого не понять думайте об этом как о призраке в загробной жизни господин меня обманом заставили украсть ваше сокровище сегодня я пожертвую жизнью чтобы вернуть ее законному владельцу в то время павильон цепей не мог сделать новую корону поэтому мы воспользовались возможностью и представили нашу готовую запасную корону с тех пор наша известность выросла по всей стране так павильон цепей стал тем чем он является сегодня в течение многих лет я только знал что в нашем доме есть рисунок короны иди сюда я убью вас осторожно это я уходи первым я доверяю тебе свою дочь мне нужна вторая часть короны позаботься не ради меня а теперь вот а вот 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 Вообще-то корона всегда была у нас Но одна половина была похищена тем вором Теперь даже с нашими навыками мы не можем овладеть ее техниками Помнишь, как твой отец научил тебя некоторым приемам Но ты не смог их освоить Это были техники короны Значит, потому что я не мог овладеть ими Ты сломал руку Пэйпэю? Да Как только разобрался со старшим, младший выскочил, чтобы подраться с тобой Как твой отец позволил им избежать наказания? Это все твоя вина, что ты лучше Дзюэ Твой талант – это твоя вина Значит, все эти годы я никогда не побеждал у него по-настоящему Я был просто пустышкой, которая зря гордилась собой Победитель тот, кто остается последним Дзюэ Не обвиняй меня и своего отца в безжалостности В этом мире выживают сильнейшие Таков закон природы Посмотри на Пэйпэя Когда он получил необработанный камень, сразу же захотел уничтожить нас Когда корона была потеряна, твой отец распространил слухи, заставив людей подозревать, что он сам ее украл Он жил в постоянном страхе, боясь позволить сыну проявить себя Но Пэйпэй взглянул на схему разреза короны И смог повторить ее технику на 70% Ради тебя и семьи, Су У нас с твоим отцом не было выбора Значит, через несколько лет после потери Те слухи, что Пэйчу Фэн погиб при пожаре Во время поездки Это же был ты? Да Мы с твоим отцом привезли его сюда Это был ты? Ты счастливчик Ты пережил такое Поскольку ты все еще жив Мы будем использовать тебя Во-первых, чтобы помешать ему расследовать кражу Во-вторых, чтобы помешать ему учить своего сына В-третьих, использовать его, чтобы проложить путь для семьи Су Даже сейчас Даже сейчас Он очень полезен Что ты планируешь делать? С его помощью Я полностью уничтожу павильон Ци Пэй Поместье Пэй Павильон Ци Пэй Павильон Ци Пэй Павильон Ци Пэй Госпожа Шэн Павильон Ци Павильон Ци Пэй Я не знаю, как ты говоришь Пэй Молодой господин Пэй Господин Молодой господин, госпожа Шань, я сейчас же все организую Ты пришел Ты права Будучи единственным главой семьи Пэй Я не могу сдаться Улыбнись Хорошо Хорошо Это техника золотой короны Шван Шван Меня подставили Я подвел твою мать И тебя Сестра Ты не ходила на работу? Нет В чем дело? Я хочу поговорить с господином Пэй Я не знаю, удобно ли Конечно Вы поговорите, а я приготовлю выпечку О чем ты хочешь поговорить? Ты сделал это? Да Небольшой подарок для Дань Дань Что касается утраченных техник лунной короны Будь то золотая или серебряная инкрустация Или полая вертикальная резьба Ты овладел ими всеми Кто тебя научил? Мой отец участвовал в создании короны Он был знаком со многими техниками Когда я был маленький, мне посчастливилось увидеть ее Кроме того, отец учил меня, так что немного знаю Время от времени в мире появляются и другие техники Как насчет техники плавления южной бусины? За исключением техники семьи Сунь на короне Ее больше никто не знает Ты видел ее несколько раз в детстве и смог повторить Чтобы овладеть этой техникой, ты должен был изучать корону более десяти лет Ты что? Откуда я мог взять настоящую корону? Этому я научился еще в детстве у отца Научился? Ты говоришь, что учился у своего отца У кого он учился? Корона была создана десятками мастеров-ремесленников Твой отец был главным дизайнером, но не обладал уникальными навыками Как ребенком? Ты смог освоить так много техник В этом есть смысл? Что ты имеешь в виду? Ты обвиняешь моего отца в том, что он украл чужие работы? После того, как лунная корона пропала, твой отец запретил тебе использовать эти техники Ты помнишь это? Молодой господин, случилось нечто ужасное Молодой господин, плохие новости В чем дело? Беда случилась Павильон Цепей Что происходит? Вот приказ главы города Пэй Чу Фэн, бывший глава павильона Цепей, украл лунную корону Теперь это подтвердилось Павильон будет опечатан Что? Где доказательства? Как ты смеешь клеветать на моего отца? Клеветать? Я Пэй Чу Фэн потерял рассудок и сотрудничал с вором Шан Зин Тянем, чтобы украсть корону Получив сокровища, я жил в страхе и не мог жить спокойно Осознав свои тяжкие грехи, я добровольно признаюсь и сожгу себя, чтобы искупить вину И добровольно даю семейное имущество Недавно доверенные лица главы города получили часть украденной короны и письмо Знаком ли вам почерк и отпечатки пальцев? Фэн? 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 давайте быстрее сторону перепиши это перепиши не волнуйся я вытащу нас из этой ситуации я потерял рассудок и сотрудничал с вором не вини меня в жестокости ты заставил меня это сделать дань 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 госпожа потеряла сознание а